Кирилл Терешин засветился в видео Пьюдипая, Айморе записала фит с Майком Шинодой, а Эльдар Джарахов сдержал обещания перед Ивлеевой и набил дурацкую татуировку на самом сокровенном месте. Всем привет! Вы на канале Ютубер, меня зовут Серж. А меня Саша. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о неожиданных коллабах западных звезд и российских лидеров мнений, а также расскажем о новом шедевре на теле Джарахова. Но перед началом ролика проверьте свою кнопку подписки на наш канал. Из красной она должна превратиться в серую, так вы всегда будете первыми узнавать о главных новостях из мира блогеров, а также сможете принять участие в наших конкурсах. Один из таких мы запланировали в конце видео, так что смотрите ролик до конца. Если, конечно, сможете, то, боюсь, первая новость настолько повернет вас в шок, что конкурс отойдет на второй план. Кирилл Терешин засветился в новом ролике Пьюдипая. Оу. Всех обнял, поднял, заплакал. Феликс выпустил обзор на сервис Don't Fund Me, краудфардинговую платформу для тех, у кого есть плохие идеи, но не хватает денег на их реализацию. Внезапно там нашелся и главный амбассадор плохих идей в русскоязычном интернете Кирилл Терешин. Мой бодибилдер инжектовал ойл, чтобы сделать их больше, но сейчас он хочет зарабатывать деньги, чтобы сделать их меньше. Заявку, правда, оставил не сам обладатель Базук, а расторопные соотечественники, умоляющие британских хирургов привести бицепсы парня в человеческий вид. Тут, правда, они опоздали с благотворительностью, ведь Терешин и без того начал избавляться от неприятного довеска из-за воспаления тканей. Подробнее о его больничных приключениях мы рассказывали в серии роликов, ссылки на них оставили в подсказке. Сейчас бицепсы Кирилла выглядят как-то так, минус полтора килограмма вазелина, а впереди еще минимум год работы и операций. Правда, судя по тому, что Терешин считает руки-базуки своим главным достижением, он и после реабилитации найдет, что туда закачать. Чтобы я был похож на фриковское существо, я не хочу быть человеком. Прости, чувак, но вот Пьюди говорит, что все выглядит максимально естественно. Так что старайся лучше. Кстати, для тех, кому будет лень пересматривать оригинальное видео Феликса, мы заботливо вырезали фрагмент с Терешином и загрузили в наш телеграм-канал, само собой с субтитрами. Там же оставили и самые жесткие кадры из операционной, если вдруг кто пропустил эту историю, так что переходите по ссылке в описании и смотрите. А теперь о более приятных коллабах. Российская стримерша Аймори фитанула с самим Майком Шинодой. В конце марта музыкант провел инстаграм-трансляцию, где показал, как работает над созданием нового альбома и представил демо свежего трека. Немногим позже Майк объявил, что ищет голос для припева и запустил конкурс среди фанатов. Само собой, Аймори, основным контентом которой являются рок-каверы, не смогла пройти мимо такого заманчивого предложения. В торопях я записала песню, вроде бы звучит неплохо. А теперь короткий сникпик того, как звучала версия Оли. Лично я слушала на репите, серьезно. Вот и Шинода тоже оценил, сделав Аймори одной из семи вокалистов, которые приняли участие в записи трека. Но перед этим он еще и на стриме Олю успел зарядить. Ребята, у меня Майксинода едет! Финальный вариант уже появился на официальном канале Майка. Так что переходите, слушайте и возвращайтесь в наши комментарии, чтобы написать, какая версия вам зашла больше. Итоговая или та, что записала Аймори. Ну а сама стримерша не собирается останавливаться на достигнутом и уже наметила новый фит. На днях группа Аскин Александрия объявила, что ищет женский вокал для грядущего трека. И Оля уже снаряжает армию подписчиков, чтобы намекнуть им на то, что она лучший выбор. Как думаете, удастся Аймори взять и эту высоту? Закончим сегодня по учительной истории о том, что у обещаний нет срока давности. Почти два года назад Эльдар Джарахов опрометчиво поспорил с Настей Ивлеевой. Ты можешь, короче, пообещать? До момента выхода шоу нигде не говорить слово жопа. В случае, если Эльдар не справится, ему нужно было набить татуировку с этим самым словом прямо на пятой точке. Попу на попе. В противном случае эта участь досталась бы Насте. Ну и вы все уже поняли из нашего анонса, кто победил в этом споре. Я проиграл давно спор. Я сказал слово жопа. Говорят, обещанного три года ждут. Но Ивлеевой повезло больше и расплата наступила всего-то через год и восемь месяцев. Теперь меня будут просить показать жопу. Привет старым добрым заданием из трэш-латто. Вы же все помните, что у Эльдара благодаря этому шоу уже есть тату с... Оригинального вида пони. А у Юры Музыченко на пятой точке красуется портрет Ильича. А вы бы рискнули обзавестись такими вечными рисунками на спор? Пишите в комментариях. На этом наше видео подходит к концу, так что, как и обещали, конкурс в финале. Условия максимально простые. Быть подписанным на наш канал и оставить любой комментарий, в котором будет больше трех слов под этим видео. Победителя определим с помощью генератора случайных чисел и отправим ему нашу фирменную футболку. Но вы же понимаете, больше комментов, больше шансов на победу. Так что не скупитесь. А с вами был проект Ютубер, меня зовут Серж. А меня Саша. Всем пока.